В Курской области запустили новейший мясоперерабатывающий комплекс. Производство там в цехах максимально автоматизировано. В строительстве предприятия участвовали лучшие европейские специалисты. Проект стоил 8 миллиардов рублей и окупиться он должен за 5 лет. На новейшем предприятии побывал наш корреспондент Александр Ревунов. Лопатка, вырезка, голяшка, стейки. Через пару дней эти деликатесы будут на прилавках торговых сетей и в ресторанных меню. Но перед тем, как покинуть склад готовой продукции, каждый образец должен выдержать экзамен на вкус и цвет в этой лаборатории. Сюда можно в одну колбу загрузить 100 проб, то есть от 100 животных. То есть в нашей лаборатории за час мы можем сделать 600 проб. На этом участке присутствия человека почти не требуется. Львиную долю работы выполняют роботы. Это первый мясоперерабатывающий комплекс в России с таким уровнем автоматизации производства. Эту линию монтировали голландские специалисты. В соседнем цехе работали инженеры из Испании. Аналогов этому инновационному оборудованию можно найти в мире, пожалуй, только на двух предприятиях. Швейцария и Германия. Сырье привозят со своих же свиноводческих ферм. Производственная мощность комплекса 300 голов в час или миллион в год. Построен на гигантской территории в 57 тысяч квадратных метров всего лишь за два года. Мы надеемся также на то, что будут продолжаться развиваться и новые инвестиционные проекты, потому что перспектив для этого достаточно много. Как с действующими нашими партнерами, так и те, кто сегодня желал бы зайти в Бурскую область. Стоимость проекта 8 миллиардов рублей. Средства брали в кредит. Через пять лет инвесторы должны получить свои деньги с процентами. Предприятие готово увеличить производственную мощность до двух миллионов голов в год. Я думаю, что за два-три года максимум мы сможем на 99% обеспечить себя свининой отечественного производства и закрыть раз и навсегда дефицит. Более того, стоит задача, сверхзадача, дальше продолжать наращивать объемы поголовья. Закрыв потребности внутреннего рынка, мясопереработчики будут готовы выйти на экспорт. Александр Иванов, Александр Рудик и Михаил Шум. Вести. Курская область.